11 февраля Будет, собственно, проходить вот это астрономическое явление И максимум пик полутеневого лунного затмения состоится в 3 часа 40 минут Здесь нужно отметить, что полутеневое лунное затмение Явление может быть не столь интересное и не столь эффектное, как теневое лунное затмение И здесь есть определенные особенности в том, что фактически глазом это затмение визуально не увидеть Дело в том, что вообще, если мы будем говорить, что такое лунное затмение и как оно происходит Происходит это в тот момент, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются примерно на одной линии Соответственно, тень от Земли падает на Луну И в этот момент наш естественный спутник затмевается Но у земной тени есть как внутренняя плотная часть, так и внешняя, достаточно светлая Так вот, внешняя часть называется полутенью Вот бывает такое явление, когда Луна попадает именно вот в эту светлую часть тени, в полутень И для человеческого глаза это практически никак не улавливается Единственный, может быть, такой самый продуктивный способ зафиксировать это явление Это сфотографировать Луну на фотоаппарат Сделать это нужно следующим образом До затмения сфотографировать Луну И в момент максимальной фазы, вот 3 часа 40 минут, также сфотографировать Луну на тех же самых настройках То есть там чувствительность, выдержка, баланс белого на фотоаппарате Все должны быть идентичными, как в первой, так и во второй фотографии И потом сравнить эти две фотографии И вот на втором снимке можно будет заметить, что северный край Луны будет чуть темнее, чем на предыдущей фотографии Вот это и будет означать, что вы зафиксировали вот этот момент погружения в полутень Кроме того, сегодня еще будет одно астрономическое явление 11 февраля с Землей сближается комета 45P У нее длинное название Хонды Маркоса-Пайдушаковой Эта комета приближается к Земле на расстоянии 12 миллионов километров Тем не менее, это ничего не угрожает нам Но любители астрономии и астрономы, в принципе, будут тоже следить за этим явлением Единственное, что полная Луна может помешать наблюдению Эта комета средней яркости, так скажем, по астрономическим меркам Поэтому ее можно будет увидеть либо в бинокль, либо в небольшой телескоп Визуально она не видна Особенность в том, что так как она приблизилась близко к Земле У нее достаточно большие размеры Так называемая большая кома Поэтому это большое крупное пятно на небе в телескоп будет видно Но вот за счет еще своих размеров Она как бы, ее яркость размазывается по площади Поэтому это не яркий точечный объект А большой и размазанный, так скажем Поэтому ее глаз тоже не уловит Но я наблюдал ее 6 февраля А сейчас мешает Луна, поэтому, в принципе, не так это легко увидеть, скажем Как вот было несколько дней назад В принципе, никакого влияния на Землю и землян здесь не будет Так что мы можем, кого это не интересует, в принципе, спать спокойно А те, кто хочет именно, кому интересно это посмотреть Просто могут посмотреть, опять же, если повезет с погодой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok